Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в Ашане. Будем подбирать канцелярию мне, вам в универ, в школу и так далее. Посмотрим, какой тут есть выбор. Я думаю, что что-нибудь мы здесь найдем. Если что, у меня есть минут 30, чтобы это все снять, потому что магазин закрывается. Итак, мы сегодня находимся в Ашане, и я буду вам показывать все, что тут есть из канцелярии, из вот этих вот всяких развивающих штук, потому что меня это все привлекает. Ну, я думаю, что мы можем переходить к канцелярию, просто здесь находятся всякие разукрашки и так далее. А нам с вами надо будет начинать, я так думаю, отсюда, потому что здесь есть вот всякие блокнотики. Точечку, маленький, кстати. Вот эти все, по-моему, святыми листами, да? Смотрите, вот такие есть листы, вот такие листы. Вот клеточка обычно есть, можно использовать как тетрадь. Но я не скажу, что мне такое нравится, весь этот стиль, но, в принципе, для себя что-то можно подобрать в любом. Вот какая-то... Ага, тут просто обычные листы, можно что-то порисовать. Я раньше пользовалась вот такими вот ежедневниками, мне кажется, я показываю их в каждом видео, но они, во-первых, очень качественно сделаны. Внутри в них классная точка, и они двухсторонние, то есть используете либо эту сторону обложки, либо вот эту. Есть они вообще в разных принтах, черепашки всякие, рыбки, фламинго были и так далее. У меня было их штуки три, наверное, я их все использовала под булэджорналы. Давайте перейдем к тетрадям, я не знаю, что тут особо показывать, потому что все так хаотично, слишком выглядит. Есть какие-то вот такие вот простые, но я не скажу, что они качественные. Затем из более таких вот классных я вот вижу вот эту вот коллекцию, опять же, по две тетради, как мы смотрели с вами в прошлом Back to School. Тут у нас в линию и без разлиновки идет тетрадь. Она сразу в принтах, что очень удобно, поэтому, да, можно выбрать себе все, что угодно. Потом есть вот такие вот тетради, у меня, кстати, знаете, такая обложка, если вы слышите, такая матовая, как немножко пыльная. Пыльная из-за того, что покрытие такое. Если поискать, можно найти вот такие вот классные. Ага, это все, закончились, понятно. Затем вот такие вот есть принты разные совершенно, вау. Конечно, в росте мне нравилось больше, но вот тоже неплохая такая коллекция, смотрите, выходит. Вот такой вот принт, вот такой и такой. И там еще вроде как, если я не ошибаюсь, был синий, да, вот он, давайте, ладно, я его достану. Never give up. Я даже не знаю, что такого еще, если ради показать, просто здесь, я не скажу, что прям суперклассный выбор, но есть вот такие вот по 96 листов от фирмы Star, наверное, да, вроде как Star. Но я не скажу, что мне нравятся, реально. Я показываю все, что все-таки есть. Вот эти вот даже мне больше нравятся, чем и те предыдущие. Вот, смотрите, вот такой вот есть принт, например. Вот такой вот неплохой, я бы себе такой брала в школу, если бы я там училась и так далее. Просто у меня этих тетрадей уже просто миллион. Я в каждом супермаркете покупаю себе, ну, одну тетрадь точно, которая мне прям заходит в душу, но здесь мне ничего не впало. Вот, кстати, это Padilla, мне очень нравится эта фирма сейчас. Я с ними когда-то сотрудничала в Инстаграм, ну, как когда-то, пару месяцев назад. У меня от них очень много тетрадей дома осталось. Именно вот эта вот серия, она очень качественная. Посмотрите на это качество листов, на качество обложки. Принтов тоже просто неимоверное количество на любой вкус и цвет. Потом вот какие-то вот такие вот тетради. О, я люблю, кстати, эти тетради. Они необычного формата, потому что, как вы можете заметить, эти шире, эти немножко уже. Я такие брала на физику, потому что мы там мало писали. С лошадьми классные, вообще супер. Есть вот такие вот, смотрите, яркие, с вот такими вот поп-артами, если это можно так назвать. Но я думаю, можно. Потом вот такие вот. Давайте дальше, потому что здесь уже поинтереснее. Смотрите, какие есть большие тетради. Можно такие в универ, для подготовки к экзаменам, просто куда угодно. Но мне нравится вот эта вот фирма от Ашана. Смотрите, какая прекрасная прелесть тут имеется. Только посмотрите на этих динозавров. Я очень хочу себе когда-нибудь что-нибудь такое приобрести. Возможно, когда приеду уже со всех поездок, возьму себе что-нибудь и буду здесь писать, не знаю, немецкие какие-то правила, возможно, которые я буду собирать и там потом пользоваться на постоянной основе и так далее. Ниже тоже есть всякие разные тетради, но я не скажу, что они мне прям нравятся, поэтому покажу только то, что мне прям запало в душу. Затем есть вот такие вот с миньонами, вот такие вот блокноты всякие. Можно использовать как ежедневники. Принтов тоже безумно большое количество. Если посмотреть дальше, здесь есть тоже тетради. Точнее, это не тетради, это больше как блокноты. Если я не ошибаюсь, это тоже по диле, потому что у меня есть такая дома. Они все упакованы в отдельную, как вы можете заметить, упаковку. Можно не переживать, что какой-нибудь уголок будет помятый, и вы не найдете себе тот принт, который вам нужен. Давайте посмотрим вот здесь. Вот здесь есть большое количество блокнотов. Также идут по две штуки. Нет, даже по три. Здесь в одном наборе три блокнота. И от фирмы Ашан. Я такие в прошлом году разыгрывала, если я не ошибаюсь. Затем тоже, да, просто другие принты. Все немножко так не очень сложно, но да ладно. Я, кстати, была здесь в прошлый раз, было все аккуратненько прям сложно. Есть вот такие вот блокнотики с этими же динозавриками. Я не могу заглянуть, по-моему, если не ошибаюсь, в линейку. Да, вроде как в линейку блокнот сделан. Но есть запакованные. Вот этот классно смотрится. Вот такой. Потом более вот такие вот варианты с кошечками всякими. Давайте посмотрим дальше. Дальше папки находятся. Есть вот такой вот эко-френдли вариант. Эко-лайн даже они называются. Затем вверху планшетики разные. И если опуститься вот здесь пониже, есть вот такие вот интересные варианты папок. Два варианта. Окей. Но тоже интересно. И один оторван, к сожалению. Вау. Это прям целая папка. И сразу внутри блокнот можно какие-то документики положить. Возможно, ежедневник везти. Кстати, классный универсальный вариант для университета, либо для какой-то работы на столе себе ставить и записывать все прям сюда. Вкладывать всякие записочки себе. Мне кажется, удобно все иметь в одном месте. Особенно для тех, кто работает. Есть вообще просто в разных вариантах разные цвета. Но мне, конечно, западает в душу больше белый. Я обожаю белый цвет и все, что с ним связано. Также можно найти вот такие вот блоки для листов. Обычные папки на кольцах. Не на кольцах. Вариантов безумно много. Также есть вот такие вот наборчики. Сразу здесь идут вот эти вот крабики. Не знаю, как они называются. Скрепочки и кнопочки. Вот беленькие есть, конечно же. И степлер. Давайте посмотрим дальше. Дальше вроде как обычные папки. Ничего особенного. Сверху яркие цвета какие-то находятся. Это все папки для тетради. У меня такие, кстати, были в младшей школе. Ого, сколько вариантов. И ниже тоже есть вариант. Ну, в росте все равно. Вот вы можете посмотреть прошлый Back to School. Я оставлю вот прямо здесь ссылочку. Там вариант, конечно, покруче был. Но тут тоже есть что посмотреть. Вот, например, вот такие вот принты есть папок. Давайте переместимся на вот эту вот сторону. Здесь находятся какие-то слишком простые ножницы. Опять же, клей. Клея очень мало. Потом это, скорее всего, расписание. А нет, это какие-то правила. Смотрите. Украинский язык, английский язык, математики. И даже есть в Ашане появились вот такие вот пробковые доски. Вдруг кому интересно? В Ашане их можно найти. Даже есть маркерные доски. И мольберты. Я еще таких маленьких мольбертов не видела. Ооо, это точно не надо. А нет, к сожалению, здесь на полотне есть уже какой-то рисунок. А мне надо было без рисунка вот такие вот как раз-таки. Мольберт. Смотрите, какая прелесть. А как они, интересно, крепятся? Непонятно. Дальше обычные альбомы для рисования. Давайте быстренько посмотрим. Вот эти вот классные. Там тоже множество вариантов. И если посмотрите здесь, здесь больше такие-то, что мне не особо интересно. Блокнотики всякие. А что там внутри, покажи. А, они сверху открываются. А для рисования, да. Все, я поняла. Это типа скетчбуки. Там написано, да, скетчбук, все. Окей. Даже есть клей, представляете, цветной. Можно сразу делать слаймы. Красивенькие. Есть активатор. Это класс. Прямо, смотрите, сразу идут. Вау, мне такое нравится. Можно мне такое, когда я училась в первом классе? Я просто накупила все. Особенно, когда я ходила в рисовальную школу. В художественную школу ты ходила. Это вообще идеальные такие наборчики сразу для выпускников, которые закончили только подготовительную. Или те, которые закончили садик. А вот, разрисовывать футболку из набора. Ну ладно, я это сегодня буду показывать. Мне больше всего понравилось вот это. Вот смотрите, здесь сразу идут маркеры и ежедневник. Потом тоже вот какие-то фломастеры тут идут. И вот есть большие наборы тоже для рисования. Кстати, это очень классная фирма. И она не дешевая. Это скетчбуки черные. Здесь можно белой ручкой рисовать. Ну и не только, можно белым карандашом, еще всем чем угодно. Класс. И вот эта классная фирма. Этот на кольцах, этот обычный. В общем, это обычный скетчбук, но там очень качественные листы. Вдруг кто увидит, мне зашло. О, есть открытый. Класс. Но листы, конечно, плотность шикарная. Если просто для карандаша, для растушевочки, самое то. Мне больше всего в Ашане нравится именно этот стенд. Поэтому давайте с него и начинать. Давайте посмотрим с самого начала. Там внизу находятся просто картины, которые можно разрисовать по номерам. Потом идут вот такие вот яркие планшетики. Под арбузик мне безумно нравится. Смотрите, какие классные есть блокноты. Их можно использовать как ежедневники. Вот этот вот в линию. Да, даже можно даты писать и использовать просто намеренно как ежедневник. И принт такой, и обложка классная, которая не помнется. А что тут? Ага, то же самое. Я думаю, они все должны быть в линии. Поэтому да. Это что за наборчики? Здесь в наборчике идёт просто два маленьких блокнотика. Затем идёт вот такой вот блокнотик. Он точно был в прошлом году, если я не ошибаюсь. Да, он был. Просто в линейку. Можно записывать, например, список дел. Затем папки. Есть как яркие, так и вот такие вот. На любой вкус и цвет. А там он ещё с лимонами вроде есть. А не пахнут, а не пахнут, а не пахнут. Нет, она не пахнет. Надо потерять, наверное. Ну, чуть-чуть, может быть, пахнут. Она отклеивается, наверное, в этом месте пахнет. Должно просто отпахнуть. Вот это пахнет. Понюхай. Чуть-чуть есть, да, запах? Да, есть. С бананами и лимоном. Мне очень, кстати, понравились вот эти вот динозаврики. Я не знаю, чем им. Просто прикольно, да, такой вот антистресс получается. Например, ты пишешь, 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 потом помотал шелазно выходит. Затем просто вот такие вот какие-то обычные ручки. Вот, например, с вот такими вот котиками. Я не знаю, кто это. Микки Маусы. Кстати, ручки, которые стирают, скорее всего, то, что вы написали. Затем Олафы, Микки Маусы, другие вот ручки с кактусами и так далее. Куча вариантов наклеек. Стикеры вот такие, стикеры вот такие. Это стики-ноутсы, которые можно использовать для того, чтобы, например, в книгах выделять какие-то заметки. Или не только в книгах. Это резинки вообще для волос. Я не знаю, что Бизи делают. Наборы первоклассников. Ну, классно же. Это прям сразу, смотрите. Класс. Мне такое нравится. Вот этим вот можно выделять себе какие-то вот здесь вот заметки. Это тоже. Вау, оно цепляется? Нет? Никак не раскрывается? Да нет, должно раскрываться. Я думаю, оно как-то расцелкивается. Здесь прокручивается и расцелкивается. Смотрите, даже есть разделитель. Но разделитель по-любому должен доставаться. Ты сам наклеиваешь сюда разделитель. Ну, вот этот вот цветной. Ну, классный вариант. А где это был? Давайте подниматься выше. Смотрите, какой есть туду-листник. Просто ананас. И потом здесь есть арбуз. Можно записывать себе планы на день. Давайте смотреть дальше. Просто множество вариантов ручек. Вот эти вот качественные. Я не знаю, почему они стоят 25 гривен. Но она вся железная. Я такие покупала за 80 гривен когда-то в эпицентре. Только не от фирмы Ашан, а от другой фирмы, соответственно. Всем советую вот эти вот карандаши. Они мне служат прям, ну, наверное, года три уже точно. Затем новые. А, это сквиш. Смотрите, он даже классно мнется. Есть сквиши, которые на ручках вообще не мнутся. А есть вот такие вот крутые, которые реально антистресс. И стоят, кстати, недорого. 38 гривен. Затем есть вот такие вот карандаши сразу с ластиками. С перышками. Потом вот такие вот какие-то киви. Я бы себе тоже такое приобрела киви. Затем мощнее тоже шариковые ручки. И вот эти вот карандаши, я так понимаю, да, они в железном корпусе, поэтому классные. Стоят сейчас 20 гривен. Затем вот такие вот, смотрите, бананчики, которыми можно, вот такие вот скрепочки, ими можно выделять странички. Есть вот такие вот стики ноутсы. Точилочки. Вот такая вот точилка в виде арбуза. И сверху, как вы можете заметить, пеналы. Качество у него классное. И стоит он тоже, ну, вполне нормально. Как для такого пенала. Это хорошая цена. Вот такой вот железный стакан. Потом сквиши. Можно вешать их, как брелочки, на чемодан себе, на портфель. Набор ластиков. И цены сейчас просто замечательные. Потому что, когда я покупала вот эти вот, знаете, шановские все коллекции, они стоили очень дорого, реально тогда. А сейчас все просто прекрасно. Потом есть вот такие вот листики, которые можно, знаете, там просто заметки записывать себе. Канцелярские кнопки. Посмотрите, как они классно выглядят. И вот такие вот закладки для книг. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь все, я так понимаю, для творчества. Единственное, что мне здесь прям вот заприметилось, это вот эти вот тачмаркеры, которые можно использовать как текстовыделители. Давайте покажу на примере. С одной стороны как текстовыделители. То есть можно их вот так вот использовать. И с другой стороны можно писать вот так вот, допустим, заголовок конспекта. То есть как-то так. Я не могу сейчас, потому что на весу нет никакой картонки. Из тех цветов, которые мне нравятся, это вот этот вот классно подойдет для текстовыделителя. Потом вот этот вот. То есть не совсем яркий, потому что, естественно, если вы возьмете вот этот, то он слишком яркий. Вот этот вот классный. У меня такой дома, кстати, есть. Серенькие можно использовать, просто, просто главное, они яркие, не сильно яркие Дальше тут находятся обычные какие-то текстовые делители, которые, опять же, слишком яркие Я такими не пользуюсь давно уже Я люблю больше такие пастельные тона и все, что с этим связано Из интересного тут, представляете, есть пастельные карандаши Это просто лучшее, что могло придумать человечество для таких любителей пастельных цветов, как я Затем есть вот такие вот классные ластики, смотрите, оформленные Вот такие вот ластики, если не ошибаюсь, они должны пахнуть Но не факт, нет, не факт, они не пахнут, по-моему Смотрите, какие есть юникорны, такие, такие Всякие карандаши, даже есть наборы карандашей, посмотрите, как это классно выглядит Если вы не пользуетесь механическими, можно использовать такие Вот такие вот карандаши, просто можно по отдельности брать Затем мне нравятся вот такие вот линейки, которые можно, знаете, удобно держать и чертить Конечно, такую не всегда возьмешь в школу, но это безумно удобно Смотрите, какие есть классные точилки Вот такая вот с динозавром, вот такая вот в виде бриллианта Потом мне нравятся вот такие вот наборы смотрите здесь идет сразу ластика карандаш и вот есть еще вот такие вот карандаши они в корпусе но при этом там обычный грифель находится вот такие вот набор с динозаврами по два карандаша по 3 тоже с пластиками вот этот вот набор я вам уже точно показывала затем обычные ручки из ручек я не знаю что показывать вроде как все такое привычное достаточно есть вот такие вот золотые цветные всякие с глиттерами потом ручки-стирачки если вы же настолько назвать я не особо люблю вот Вот это вот Биковскую фирму. Возможно, есть какие-то, знаете, тоненькие от Бик. Но всегда, когда мне мама их покупала, мне они не нравились. Поэтому я выбирала всегда какие-то другие ручки, которые пишут 0.5, 0.25 или 0.38. Я уже не помню, по-моему, 0.38 есть. И давайте быстренько посмотрим, что на этой стороне, потому что это весь выбор в Ашане. Это последнее, что можно вообще тут найти. Краски находятся какие-то потом для творчества. Смотрите, такие вот мини-скотчики есть диспенсерами, если я не ошибаюсь, что так называется. Исправьте меня, пожалуйста. Я уже сегодня просто путаю все английские слова, потому что у меня сегодня было два спикинг-клаба. Вот такие вот классные скотчи есть. Смотрите, мне они Пасху чем-то напоминают. Вот такие вот бейджики мы уже с вами видели. Мне безумно нравится, потому что мы в детстве пользовались обычными. И это когда, знаете, надоедало, кто их не хотел носить. А сейчас вот так вот можно развлекаться. А затем маленькие вот какие-то вот такие вот корректоры. Мне нравятся вот такие вот наборчики всякие. Их тут просто очень большое количество. Даже есть вот такие вот скотчи. Декоративные. О, смотрите, какая классная есть штука. Обычные стикеры, но выглядят они просто прекрасно. Вот магнитные закладки. Я не знаю, почему это все вот так вот рандомно разбросано плашану, но что имеем, то имеем. Затем тоже какие-то наклеечки. Даже есть вот эти вот динозавры. Я не могу от них избавиться. Они мне очень нравятся. Даже есть какие-то вот такие вот цветные коробочки сразу с листиками цветными. Смотрится классно. И карандашницы. Выбор, мне кажется, то, что нужно. И есть эко-варианты. Я бы себе, кстати, наверное, такое купила. Возможно, когда-то поменяю свои, но не сейчас. И вот такие вот есть подставки для бумаги. Это как раз-таки книги. Мне тут заприметилось, во-первых, это «Черный лебедь». Они, кстати, все на украинском, если что. Но я думаю, ничего страшного, да? Я буду переводить. Потом «Дневник книжника». Так это называется. Честно, не знаю, как книга реально называется. И вот меня еще заинтересовала вот эта вот книга «Пассивный заработок». Поэтому вдруг кому интересно, в Ашане вот есть вот эта вот тоже есть. Я не знаю, как она будет на русском. Если что, я где-нибудь подпишу. Потом, наверное, вот эта вот классная. Потому что история о том, о сём. Просто посмотрите, в какой она классной обложке. Можете почитать, вдруг кому интересно. Еще вот классно книги, две упакованы. А здесь вот книжки находятся на русском языке. Все для деток. Давайте пойдем дальше, наверное. Вот эти вот книги я тоже, в принципе, когда-то видела. Тоже все на украинском. «Франк Телье». Очень хочу прочитать. «Запрещенный заброненный вас и ля стуса». Я тоже хочу прочитать. Но я хочу прочитать именно на украинском языке. Если что, я снимаю, наверное, скорее больше даже для себя это видео. Потому что я просто себе в список тех книг, которые я хочу прочитать, добавлю себе все эти книги. Потом Амазон и так далее. Я вот читаю, кстати, вот эту вот книгу сейчас. Вот этого же автора. Только она называется «Пока горит свет». Если что, я где-то обложку вставлю. Вау, боже, посмотрите, сколько тут классных книг. Я сейчас вам просто кучу всего покажу. А вы для себя отмечайте. Язык телодвижений. Даже на русском есть книги, представляете? Класс. Потом есть «Пиши, скрочуй и сокращай». Есть как на украинском языке. У меня такая дома, кстати. Она очень большая. Как вы можете заметить, очень много всего можно подписывать. Я очень люблю книги, в которых можно писать свободно. Потом вот эта вот книга. Классная. Вау. Это, я так понимаю, дневник. Со времен войны. Нет, не со времен войны. Все, я поняла. Но я бы хотела тоже прочитать, поэтому снимаю для себя. Если кто-то что-то для себя новое нашел, либо кто-то что-то из этого читал, обязательно пишите. Как я сижу на полу. Меня бы кто-нибудь со стороны снял. Потом есть «Сила воли. Путь к власти над собой». Тоже классная книга. Блин, я теперь хочу прочитать вот это. Мне очень понравилось, как пишет автор. В виде историй все было написано. В этой книге не знаю как. Затем «Аэропорт». Тоже знаю такую. И вот мне очень хочется прочитать вот эту вот книгу. Я бы ее даже на украинском языке купила, потому что... Ну, мне не проблема читать на украинском. Она идет вот, знаете, в виде такого как дневника, где вы можете также себе вот что-то выписывать, записывать, делать какие-то небольшие задания. Классная книга. Тоже вдруг кому интересно. И цены на них довольно-таки неплохие. Смотрите. Вот как можно такие классные дизайны делать? История искусства. Возможно, кто-то знает эту книгу. Я ее увидела, но... Вау. Это время как учебники у нас в школе. У нас в школе похожие были по искусству учебники. У меня просто, знаете, был такой творческий класс, где было очень много уроков рисования. И у меня также музыка была. Профессионально мы все занимались. Интерактивная тетрадь для психов. Только посмотрите. Я надеюсь, что это будет интересно, потому что это вроде как back to school, но помимо back to school он будет разбавлен немножко книгами. А это, мне кажется, еще интереснее, как по мне. Даже есть книга «Все хреново», вы представляете? Класс. Мне понравилась вот эта. Во-первых, она... Я ее уже мельком так немножко пролистала. Мне понравилось содержание вкратце. Пусть она и на украинском языке, но все вообще доступно, четенько. Тут все-все расписано. Вот это вообще шикарно. Классные особые такие поездки, братья. Да. Выгорание. Выгорание тоже. Ну, вот две книги, которые просто, ну, их надо купить. Знаешь, что мне еще понравилось? Мне понравилось это «Заброненный». Это так для тебя. Франк Телье. Классная книга. И я вот эту вот книгу сейчас читаю. Только я на айпаде читала. Вот этого автора. Но пишет она просто. Это надо читать. И ты видишь, ну, просто книг вообще. А вот, смотри. Смотри, качество книги. Ну, листы вообще, да, супер. Я люблю такие книги еще. Которых можно выделять потом. Страницы тут плотные. Ничего не будет не просвечиваться. Ничего. Класс. Да, мне тоже нравится. Вот эти вот можно брать смело. Но это еще не все. Тут книг просто огромное количество. Так, вот здесь, наверное, книги больше. Тут рецепты какие-то. Здоровое питание. Я в этом не разбираюсь на данный момент. Поэтому давайте посмотрим, что здесь есть. Есть вот книги от вот этого вот издательства. Многие их берут. Издательство Азбука. Очень часто видео на всех вот этих вот сайтах. По типу Якобу. Инчи Речи. Не знаю, такой книги. Но просто оформление. Это стоит того, чтобы просто это взять, приобрести и читать. Так, здесь я знаю некоторые книги. Не могу сказать, что все. Есть Стивен Кинг. Я так понимаю, это все тоже более такие детские. Сейчас я, кстати, читаю 1984. А это на украинском, и я не понимаю, почему так написано. Окей. У меня она другая немножко. Это детская, кстати, книга. Ну, как детская, она написана в виде детской истории, чтобы легче было понимать. Вот это вообще просто шепарно. Контролирую свое утро. Дом ноль отхода. Ну, вообще просто. Тоже, смотри, можно делать интерактивные задания. И здесь тоже. Практически во всех книгах есть всякие задания, и ты туда вписываешь свои для достижения, свои результаты. Ну, это удобно. Это очень удобно. Вот это вот, кстати, для подростков книга. Вдруг кому-то интересно что-то про роман, и вот что-то из этого рода. Вот, смотри, заставьте людей работать на результат. Тоже интересно. Даже на русском есть. На русском есть книги у нас в Ашане. Капец, я этого не знала. Есть даже монах, который продал свой Феррари. Тоже на русском. И есть красная таблетка. Кстати, красную таблетку я хочу прочитать следующей. Из таких вот книг, которые направлены на саморазвитие. Направлены на то, чтобы как-то что-то подумать, переосмыслить и так далее. Я ее уже скачала, и буду читать просто на планшете, и все. Поэтому, кто не хочет покупать книги, просто скачивайте их. Я скачиваю в Телеграме, во всяких ботах. Вот тоже есть, смотрите, как качественно сделана. Даже закладочка есть. Давайте посмотрим дальше. О, я так увидела книгу. Тут все, Инстаграм, Телеграм. Она усталевшая достаточно. Даже Мишель Обама есть на украинском, представляете? Принцип 20 на 80, тоже классная книга. Но это вдруг, кто не знает. Если, естественно, вы знаете хоть что-то вот про саморазвитие и так далее, то я не думаю, что прям можно много чего нового найти в этих книгах. Но ню-нюнь, я такого не знала. И это, в принципе, все, что мы нашли в Ашане. Выбор достаточно неплохой. Но, конечно, хотелось бы видеть больше нового ассортимента. Половина все-таки осталась прошлого года. Очень много всего того, что повторяется. Вот это все мы с вами видели. Года, наверное, два подряд. И у нас, кстати, будет делаться ремонт в Ашане. Поэтому я думаю, что уже в следующем году будет точно что-то новенькое. Я приобрету себе, наверное, что-то для универов. И что-нибудь вообще на новую квартиру. Потому что я буду как-то оформлять все, подбирать декор и так далее. Я думаю, вам это будет интересно. В Ашане сейчас большой выбор попыток, чем канцелярии. И до новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok